Я сегодня хочу вам рассказать про Раби Мейра Шатса и про то чудо, которое случилось на реке Самбатьон. Я начну вам рассказывать. Я начну вам рассказывать эту историю. Ну, на классной доске должна была появиться картинка, такие два огромных-огромных камня круглых. Это такая древняя мельница. Видно ее? Нет. Ну, нет. У кого нет, у того нет. Нет. Замечательно. Но она нам понадобится только в конце, почти в конце рассказа. Почти в самом конце рассказа она нам понадобится. А я пока что хочу начать сначала. Начать сначала я вам хочу сказать, что в нашем мире Ашем создал разные чудеса. Множество разных чудес Ашем создал в нашем мире. Некоторые из этих чудес, мы знаем, мы все знаем, что это чудо, и мы их замечаем. Некоторые из этих чудес, мы так привыкли их видеть, что мы даже не замечаем их и не думаем, что это чудеса. Никому в голову не приходит, что это чудо, которое Ашем для нас создал. Например, например, каждый день и каждую ночь и всю нашу жизнь мы дышим. Мы дышим. Мы вдыхаем воздух и выдыхаем воздух. И все привыкли к этому, все знают, что мы дышим. И никого это не удивляет, и никто не думает себе, что это чудо, что Ашем сделал, что мы вдыхаем. Если мы хоть на одну секундочку, хоть на одну минутку перестанем дышать, ой, мы задохнемся, мы не можем жить без воздуха. И где бы мы ни были, если мы в Америке, или если мы в Израиле, или если мы в России, или если мы на Северном полюсе, где угодно мы вдыхаем воздух, и это как раз то, что нужно для нашей жизни. Если бы мы вдруг перенеслись на Луну, там никакого воздуха нет. Никакого воздуха там нет, и дышать там невозможно. Через три минуты задохнулись бы. Почему там нет воздуха? Потому что там нет нас. Он не нужен. Ашем не создавал воздуха на Луне, не создавал на Марсе, потому что он там не нужен. Ашем это чудо, которое Ашем создал только... Ария, Ария, если ты будешь каждый раз комментировать, то я не успею сегодня дорассказать. А я хочу рассказать всю эту историю, да? Я хочу ее рассказать, так чтобы все поняли, о чем я говорю. Поэтому дай мне рассказывать дальше. Так вот, еще одно чудо, что мы видим. Вы знаете, что, например, муравьи, они ничего не видят. Они все ощупывают усиками, и только так они знают, куда им идти. У них, несмотря на то, что у них есть глаза, муравьи, они ничего не видят. А мы видим все. И не просто видим черно-белое, мы видим разные цвета. Мы берем яблоко, мы видим, какое оно красное, и нам приятно его кушать, потому что мы его видим, какое оно красивое, сочное и наливное. Это чудо, которое сделал нам Ашем. Но мы никто, никто не думает о том, что это чудо. Тебя тоже, Историча тоже. Совершенно верно, совершенно верно. Все чудеса, которые сделал Ашем, он создал их не просто так, он создал их для нас, чтобы мы могли понять, что в мире есть Ашем, и что он о нас заботится, и что он нас любит. А многие чудеса, к которым мы привыкли, мы их не замечаем. Среди прочих чудес, которые создала Ашем в этом мире, была такая река, которая называется река Самбатьон. Как ее зовут, эту реку? Самбатьон. Самбатьон. Уай! Эта река, она была очень-очень удивительная. Очень-очень удивительная была эта река. Чем она была такая удивительная? В ней вместе с водой неслись и переворачивались огромные камни. Несла эта река с собой. И они все время бурлили в этой реке, переворачивались, подпрыгивали, волны их кидали, сталкивали друг с другом. Эта река несла эти камни, никто не мог, никто не мог перейти эту реку вброд, если кто-то в нее заходил, его сразу разбило бы, разбило бы этими камнями в лепешку. Ой, весь день, все дни эта река, она несла, несла эти камни, как бурный поток. Наступала суббота, наступал шаббат, и река Самбатьон затихала, и все камни опускались на дно, и река текла медленно и спокойно, как обычные реки. Только заканчивался шаббат, заканчивалась суббота, и снова подпрыгивали камни со дно, и начинали лететь, и сталкиваться, и разбиваться, и сносить все вокруг. Ой, это было чудо, которое видели все, любой человек, кто жил рядом с рекой Самбатьон, он мог убедиться, он мог увидеть своими глазами, что Ашем, что Ашем, он выделил шаббат из всех остальных дней, что шаббат, это особый день, который Ашем дал для отдыха. И когда народы мира, они спрашивали, чем вы докажете, чем вы докажете, что Ашем дал вам шаббат, и что в шаббат нельзя работать, нельзя совершать милоход, то евреи могли им ответить сразу, а река Самбатьон, она докажет. Посмотрите, все дни она бурлит и гонит камни, а в шаббат она затихает. И это было великое чудо, но Ашем не хотел, чтобы мы привыкли к этому чуду и перестали обращать на него внимание. Поэтому в наши дни, если вы откроете атлас и карту, если вы посмотрите на глобус и будете искать, где, где она, эта река Самбатьон, где она находится, нет, вы не найдете эту реку, нигде не найдете реку Самбатьон, Ашем ее спрятал, чтобы мы не привыкли к этому чуду и не стали считать его, это не обращать на него внимание, на это великое чудо, на это доказательство шаббата. О, Ашем спрятал реку Самбатьон, чтобы мы не перестали замечать ее. Но в те времена, про которые я сейчас буду рассказывать, эта река еще не была спрятана. И по обеим берегам, по обоим берегам этой реки, реки Самбатьон, были тогдашние царства, но только на одном берегу, на одном берегу этой реки было царство, в котором царствовал какой-то царь нееврей. У него в царстве жили евреи тоже и неевреи, множество разных народов у него жили в его царстве. А по другую сторону реки было еврейское царство, жили те евреи из десяти колен, которые бежали, которые бежали, были изгнаны, были изгнаны еще во времена, еще во времена разрушения первого храма, они были изгнаны, потом они на короткое время вернулись и снова вынуждены были бежать. Вот эти десять колен, десять еврейских колен, которые мы не знаем теперь, где они находятся, они спрятаны Ашемом, они жили тогда за рекой Самбатьон, и эта река охраняла их от всех врагов. Так вот в царстве, в царстве этого короля, не еврейского короля, по эту, по нашу сторону реки Самбатьон жили евреи, и жилось им очень хорошо, потому что этот царь, он был умным царем, и он заметил, что в тех странах, где евреи живут, и где евреям не делают бедствий, и не преследуют их, и не мешают им исполнять заповеди, где евреи живут и исполняют заповеди, и все их уважают, эти страны, они процветают, они становятся богатыми и сильными. А те страны, в которых нет евреев, в которых евреев изгоняют, в которых евреям мешают, не дают исполнять заповеди, эти страны становятся бедными и слабыми, и в конце концов исчезают с лица земли. И поэтому этот царь, он очень-очень уважал и очень-очень оберегал своих евреев, евреи, которые жили в его стране, он не разрешал никому их обижать, и не разрешал никому их преследовать. Наоборот, он из евреев, он выбирал себе министров, он выбирал себе управляющих разными частями своей страны, и все, вся его страна, она процветала, и все ее жители были счастливы. Все было хорошо и прекрасно, пока в эту страну не пришел один, один идолопоклонник, комер, комер, который, который поклонялся, поклонялся идолам и хотел, чтобы все вокруг, все вокруг тоже поклонялись его идолу. Ой, этот злодей, этот идолопоклонник, комер, он владел, он владел одной страшной вещью, одним страшным, страшным фокусом. Он владел злым глазом. Айн, ара! Ой! На кого он не посмотрит, у этого человека начинались беды. Как так могло получиться, что от того, что какой-то, какой-то противный комер посмотрел, посмотрел на кого-то, и вдруг у этого человека начинаются беды. Как может быть такое на этом свете? Я вам объясню. Я вам скажу, как такое может быть. Дело в том, что у каждого человека есть его заслуги перед Ашемом, и, не дай бог, есть у каждого, у каждого человека есть какие-то его грехи. То, что он сделал неправильно, то, что он не выполнил, то, что он нарушил. Даже у самых больших праведников хоть какой-нибудь грех обязательно есть. Не могут люди жить так, чтобы ни разу за всю свою жизнь ничего плохого не сделать и ничего никогда не нарушить. Когда этот злодей, этот комер, когда он смотрел на людей, он видел, он вспоминал все их грехи. В каждом человеке он сразу видел все его грехи. Вы знаете, что когда мы смотрим на людей, когда мы смотрим на евреев, когда мы смотрим на ближних наших, мы должны видеть все самое хорошее, что в них есть. Ай, мы смотрим. Янкали смотрит на своего брата, на своего младшего братика. Если, ай, если цадик, ай, если праведник у меня, если помогает маме, если уже умеет утром говорить модеани, ай, если цадик, какой праведник, если... Янкали видит, видит, что его брат, ой, он хороший мальчик. В каждом, на кого мы смотрим, мы должны находить в них хорошие вещи. Мы должны их любить и видеть, какие они праведники, как они хорошо себя ведут, как они хорошо поступают. А те плохие вещи, которые, не дай бог, могут у них быть, мы не должны их рассматривать. А, вот сделал так. А, вот этот вот сделал плохо. А, вот здесь он не выполнил. Этого мы не должны думать, мы не должны на это смотреть. Мы должны смотреть на всех людей бе-а-ин-то-ва хорошим взглядом. Замечать их хорошие поступки. А противный комер, ух, на кого он не смотрел, он сразу замечал все их грехи, все их плохие поступки, и он поднимал, поднимал эти поступки на небеса. Он как будто бы, как будто бы поднимал со дна все грехи этого человека и поднимал их на небесный суд. А-а-а, посмотри, Ашем, вот, вот, он не выполнил, он не выполнил твою заповедь. О-о-о, он нарушил субботу. А-а-а, посмотри, а вот он, он, он украл. А вот он, а вот у всех, кого он не смотрел, он замечал у них плохие вещи, и эти плохие вещи он поднимал перед Ашемом. И на суде Ашема из-за этого взгляда, из-за этого злого глаза, злодейского комера, из-за этого злого взгляда евреи получали наказание. Не только евреи, и неевреи тоже. У всех, кого он видел, он обязательно замечал что-нибудь плохое, и он поднимал, поднимал все это плохое на небесный суд. А-а-а-а-а-ай. И вот этот комер, когда он пришел в страну короля, и он увидел, что евреи там счастливы, и что их все уважают, и что они процветают. Ух, как это ему мешает в жизни. Ай, как он не хочет, чтобы евреям было хорошо. И он начал ходить по улицам и смотреть, высматривать. Каждый еврей, который он проходил мимо него, он высматривал за ним все плохие его поступки, все его ошибки, и поднимал их на суд Ашема. Ай, ай, еврей, который один раз, один раз он ошибся, сделал что-то неправильно, что-то он не выполнил, или что-то, не дай бог, нарушил. Ай, этот комер поднимал, поднимал наверх его грех. И вдруг этот еврей умирал. Вдруг он умирал. Он получал наказание от Ашема за свой грех. Ай, вы знаете, что Ашем, он не наказывает за грехи сразу. Ашем дает нам время, чтобы мы могли, чтобы мы могли сделать шуву, чтобы мы могли исправить свой грех. Но если этот грех, если этот грех, не дай бог, приводит к осквернению имени Ашема, если этот грех получается Хилюль Ашем, то за такой грех Ашем может сразу наказать. Этот комер, он из каждой ошибки, еврея он делал, он их раздувал, делал из них, из каждого делал Хилюль Ашем. А, вот этот еврей, он не дал, он не дал бедному тздоку, он не дал бедному тздоку, он не выполнил заповедь Ашема, и он привел к тому, что этот бедняк может умереть, умереть, прямо умереть. Он как будто бы его убил. А, так поступает еврей, так поступает, так поступает служитель Ашема. Ой, получился Хилюль Ашема, восквернение имени Ашема. И этот еврей, который не заметил, он прошел, не заметил, что рядом стоит, стоит бедняк и просит милостыню, он не заметил. Вдруг этот еврей умирает, потому что из-за его, из-за его невнимательности получился Хилюль Ашем. Ой, ой, евреи увидели, что каждый, на кого не посмотрит этот, этот комер, он умирает, или он заболевает, или он вдруг падает с лестницы, или вдруг его сбивает машина, с ним случаются всякие беды. Ой, евреи стали прятаться по домам и боялись выйти на улицу, потому что по улицам ходил, противный комер и на всех смотрел своим злым взглядом. Ай, нара! Ой, сглаживал всех, сглаз на всех наводил. Ой, главы общины пришли к королю и пожаловались ему. Ваше величество, у нас большая беда. В вашем королевстве завелся комер, идолопоклонник, и он на всех смотрит своим взглядом и убивает нас. Мы боимся выходить на улицы. Ашем, помоги! Не Ашем, они пришли к королю. А у Ашема, у Ашема евреи тоже просили помощи и молились, но Ашем не сразу отвечает на наши просьбы. Ашем смотрит, как мы будем себя вести и исправим ли мы свои поступки. А к королю, к королю, они пришли, и они попросили, избавь нас от этого комера, прогони его или запрети ему смотреть на нас своим злым взглядом. И король, он согласился, что они правы, и он вызвал к себе этого комера. И он спросил у него, что такое ты делаешь? Ты почему своим злым взглядом убиваешь евреев? Комер ему ответил, ха, евреев, потому что они не поклоняются моему идолу. Они не хотят поклоняться идолу. Ух, они все неверные, их должны, мы должны все уничтожить, потому что все должны поклоняться только идолу, которому я, которому я служу, сказал этот комер. И при этом он так посмотрел на короля, что король испугался, он испугался, что комер может сглазить его тоже, и что он сам король умрет. Король испугался и сказал, сказал этому комеру, подожди, подожди, отвернись, пожалуйста, не смотри на меня, не смотри на меня таким страшным взглядом. Что ты хочешь, чего ты хочешь добиться, спросил король. Я хочу, чтобы все евреи стали идолопоклонниками, сказал комер, а кто не захочет, чтобы они были убиты или изгнаны из твоего королевства. Но евреи не сделали никому ничего плохого, и все наше королевство процветает от того, что евреи у нас живут, сказал король. Что с нами будет, если в королевстве не останется ни одного праведного еврея? Ничего страшного не будет, сказал комер. Я могу доказать, я могу доказать, что мой идол, он самый правильный, праведный, и столько в него нужно верить. Я могу спорить с любым евреем и доказать им, что поклоняться нужно только моему идолу, сказал этот комер. Король сказал, но может быть тебя сумеют убедить, объяснить тебе, что не только твоему идолу можно поклоняться, что Ашему нужно поклоняться. Ну, я хочу посмотреть, кто меня убедит, кто мне докажет, что нужно поклоняться Ашему, а не моему идолу. Я хочу, чтобы устроили большой суд, чтобы собрали всех-всех-всех людей твоего королевства, и я выйду, и пусть любой еврей попробует со мной поспорить и доказать мне, что поклоняться нужно Ашему, а не моему идолу. Посмотрим, кто сможет, кто сможет меня переспорить. Это историю. Знаешь историю, не рассказываешь никому заранее. Ай! когда король это услышал, он согласился. Он согласился устроить такой суд. И он вызвал к себе глав еврейской общины и сказал им, вы должны найти какого-то праведника, какого-то мудреца, который сможет переспорить этого злого комера. Если он сумеет его убедить, что служить надо Ашему, а не идолу, то все будет в порядке. А если комер его переспорит, то мне придется изгнать всех евреев, которые поклоняются Ашему, или, не дай Бог, убить их. Так мы договорились с этим комером. Ой! Когда евреи услышали эту страшную весть, ой! Какой плач и какой страх поднялся среди евреев. Кто может спорить с этим комером? Кто может с ним спорить, если он одним своим взглядом, сразу, сразу убивает? Только выйдет перед ним какой-нибудь еврей, он его сразу посмотрит на него своим взглядом и убьет его. Как с ним можно спорить, что делать? Где взять еврея, у которого нет ни одного, ни одного греха? Который за всю свою жизнь ничего плохого не совершил, всю свою жизнь выполнял только заповеди Ашема и ни разу, ни разу не сделал ничего плохого, не нарушил ничего, ничего запретного и не сделал ничего плохого. Где взять такого еврея? Ай! Евреи плакали и молились Ашему и просили у Ашема помощи Ашем. Помоги нам найти такого праведника, который сможет выступить перед комером и не побоится и сможет перед ним устоять. И тогда самые старые, самые мудрые евреи, которые были в той общине, они вспомнили, что за рекой, за рекой живут праведные десять колен, которые до сих пор, до сих пор, у них, у них есть высший суд Сангедрин, который когда-то заседал на территории, на территории храма, в храме был этот высший суд Сангедрин, который может решать даже вопросы жизни и смерти, в который входят самые большие праведники и даже такие праведники, которые никогда в жизни не грешили, не совершили ни одного греха, может быть, эти евреи из-за реки смогут найти такого праведника, который выстоит перед комером и сможет нас всех спасти. Но как перебраться через реку? Как перебраться через реку Санбатьон, когда по ней несутся огромные камни и разбивают, разминают в лепешку все, все, что только попадает в эту реку? Как перебраться на другую сторону? А, правда, в Шаббат река Санбатьон, она успокаивается и затихает, «Но в Шаббат евреям нельзя, нельзя переходить через реки, нельзя идти на море, нельзя идти в реку, это запрет, запрет, это один из запретов мудрецов, мудрецов, который, который был принят еще, еще во времена, когда, когда был храм, нельзя в Шаббат отправляться в плаванье, нельзя, нельзя идти на пляж, все эти, все эти дела, они для будничных дней, они для Шаббата, только одна причина может разрешить отправиться, отправиться через реку в Шаббат, вы знаете, какая причина может, может позволить нарушить Шаббат? Кто мне спеку, пикохнефеш, опасность для жизни, если есть опасность для жизни, то можно и обязательно нужно нарушить Шаббат, чтобы спасти жизнь евреев, даже одного еврея, тем более целой общины, я письмо, но это пикохнефеш, потому что это могут все евреи уметь, совершенно верно, евреи собрались и они решили, мы отправим одного, одного из нас через реку, чтобы он перешел эту реку в Шаббат, потому что это пикохнефеш, это спасение жизни всей еврейской общины, и потом следующий Шаббат сможет к нам перейти праведник из десяти колен, который сумеет выстоять перед этим злодеем комером, но есть одно но, перейти на ту сторону наш еврей сможет, а вернуться обратно, туда он идет, потому что есть пикохнефеш, а обратно никакого пикохнефеша нет, значит, ему придется остаться там за рекой навсегда, а тот еврей, который придет оттуда к нам, сюда к нам он придет, потому что это пикохнефеш, опасность для жизни, спасение жизни общины, а обратно вернуться он тоже не сможет, он навсегда останется здесь у нас по нашу сторону реки Самбатьон, ай, кто, кто готов, кто готов навсегда оставить свою семью, навсегда оставить свою жену и детей и всех своих близких, навсегда уйти за реку Самбатьон, кто согласится на это, евреи выбрали одного очень-очень праведного еврея из своей среды, его звали Раби Мейр Шац, и Раби Мейр Шац, он принял это назначение, это его сделали посланцем всей еврейской общины, он принял это назначение, и он стал прощаться со своей семьей, потому что в ближайший Шаббат ему нужно перейти через реку Самбатьон. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова